Любовь к красивой женщине привела тебя в Россию? Не делай, не ходи, много ограничений. Как местные жители вообще реагируют на тебя? Все думают, что я совсем сумасшедший. Вы в Испании только развлекаетесь. Это сиеста влияет на нашу жизнь. Как мы относимся к жизни? Жаловаться на все — это как национальный спорт. Чувствуешь ли ты себя в безопасности здесь, в России? Постоянно слышны новости об ограблениях. Но когда ты уедешься, чего здесь остаетесь? Ребята, а что так холодно? Не знаю, прогноз погоды, ты не смотрел? Не знаю. Мария, Мария, а что вы делаете? Вы ловите. Вы не читаете мои прогнозы? Я вам говорила, что будет холодно, что будет дождаться. Вините, что вы обрабатываете больше. Это проект «Мы и они на выезде». Добро пожаловать в Мариэл. Висенте Айкса Панадера. Испания. Впервые узнал о России и затылся на уроке географии. И сразу решил, что когда-нибудь обязательно побывают в этой загадочной стране. Висенте даже не догадывался, что судьба приготовила ему подарок в маленьком поселке под ее шкаралой. Любимое занятие иностранца в России — следить за местной погодой и транслировать ее на главном телеканале Испании. И чтобы ничего не пропустить, он установил на балконе домашнюю метеостанцию. Считает себя обрусевшим, потому что перестал улыбаться без причин и научился готовить настоящий шашлык. Добро пожаловать в Мариэл. Висенте, уже несу мясо. Спасибо. Спасибо. Висенте, давай для наших зрителей сразу поясним, что ты говоришь по-русски, понимаешь по-русски, но интервью тебе комфортнее давать на твоем родном испанском, потому что более глубокие мысли выражать всегда проще на родном языке. Что мы сегодня готовим? Шашлык. Очень русское блюдо. Здесь очень красивое место. Я знаю, что ты со своей семьей часто приезжаешь сюда, вы отдыхаете. Может, из-за деревьев не очень хорошо видно, но мы находимся на Волге. И еще идет сильный снег, что тоже мешает обзору. Река сейчас замерзла, но это место меня завораживает. В Испании мы не привыкли к таким широким рекам. Когда у меня нет настроения или когда мне грустно, я прихожу на реку и гуляю по берегу. А зимой можно ходить и по самой реке. Висенте, расскажи, вот когда ты жил в своем родном курортном городе в Испании, думал ли ты когда-нибудь, что у тебя будет вот такая настоящая зима в жизни? Конечно, нет. Подобная мысль никогда не пришла бы мне в голову. Оказаться в таком месте, затерянном посреди России, это что-то невероятное. Когда я был маленький, я помню, как я смотрел разные книги по географии, Атласы, там были фотографии Москвы и России. И я подумал, вау, вот было бы здорово посетить подобное место. Я не думал, что и правда смогу это сделать в своей жизни. А что ты вообще знал о России, когда собирался сюда переехать? Мы немного боимся этой страны, всего этого региона на карте, но в целом это скорее от незнания. Конкретно у меня не было страха, конечно, я нервничал, потому что это приключение. Но в целом я бы сказал, что у испанцев в некоторой степени отрицательное мнение о России. И, разумеется, думаю, у любого испанца также есть довольно четкое мнение о том, что женщины в России очень красивые, довольно привлекательные в целом. Ну, собственно, любовь к красивой женщине и привела тебя в Россию. Сначала ты жил в Испании, потом какое-то время жил в Англии и все-таки решил переехать сюда. Может, не все говорят, но все думают, что я совсем сумасшедший. И я это понимаю. Для большинства людей переехать сюда — это сумасшествие. Полностью поменять образ жизни и поселиться вместе настолько непохожим на Испанию. Висенте, запах волшебный. Положишь мне куточек? Конечно. Приятного аппетита. Спасибо. И тебе? Очень вкусно. Вот перед тем, как переехать, твоя теперь уже жена Антонина, к чему ты тебя готовила? Что-то рассказывала тебе такое о России? Вообще, ей не пришлось много рассказывать, потому что в 2014 году я впервые приехал в Россию. И было скорее так, что она позволила мне самому познакомиться с Россией. Приедешь, сам посмотришь, и если тебе понравится, то останешься. И так и произошло. Я думаю, что у нее были опасения. Она жила здесь, в Звенигово, в маленьком городке. На тот момент тут не было так благоустроенно и красиво, как сейчас. И я считаю, что она опасалась этого первого впечатления. А здесь я побывал только в свой второй приезд в Россию. А в первый раз я побывал только в Казани. У меня были положительные впечатления, и было лето. Это очень важно. Было тепло. Все было зеленое, красивое. Поэтому мне все очень понравилось. Весенте, мы с тобой находимся на центральной улице. Теперь уже родного твоего поселка городского типа Звенигово. И, конечно, сейчас, в разгар зимы, весь наш пейзаж сильно отличается от испанского. Как местные жители вообще реагируют на тебя? И часто ли спрашивают, почему вы не уедете отсюда? На самом деле, это самый частый вопрос. Что ты тут делаешь? Ты с ума сошел? Или что? Иногда русские этому удивляются гораздо больше, чем испанцы. Но я объясняю всю ситуацию, что моя жена отсюда. Поэтому я живу здесь, и что мне это нравится? Действительно нравится. У русских есть понимание. Они знают и видят, что жизнь тут нелегкая. И при этом они примерно представляют, какая жизнь в Испании. Что там хороший климат, хорошая погода, непринужденная жизнь. И, конечно, они не могут понять, что я здесь делаю. Это действительно так. Мы в России думаем, что вы в Испании только развлекаетесь, у вас веселье, праздник. И это очень удивляет, потому что, с одной стороны, испанцы любят жизнь, любят веселье. Но, с другой стороны, каждое воскресенье вы обязательно ходите в церковь. И для вас это все очень важно. Не совсем понятно, а как вообще вы совмещаете в себе вот эти тусовки бесконечные и при этом такую искреннюю религиозность? Вообще, дело в том, что эта религиозность, конечно, присутствует в обществе. Но люди, особенно молодые люди, не ходят в церковь. У них нет этого обычая и уважения к религии. А праздники, да, нам они очень нравятся. Но все люди понимают, что есть и обязанности. Ты можешь гулять всю ночь, но на следующий день ты отвечаешь за твое состояние. И у тебя есть обязательства. И большинство так и живет. При этом сиеста, которая распространилась по многим европейским странам, была придумана испанцами. И вот у меня вопрос. А как же так получается? У вас это в менталитете, это сиеста? Или это какая-то жизненная необходимость? Я думаю, это связано с образом жизни, с рабочим расписанием в Испании. Я сам не пойму, наш образ жизни нас привел к сиесте, или это сиеста влияет на нашу жизнь и на наше расписание. Потому что мы всегда делаем эту паузу, чтобы отдохнуть примерно между 13-14 часами и 16-ти. Многие люди в это время едят и спят. Кто-то не спит. И я думаю, есть множество людей, у которых нет сиеста. Это отчасти стереотип. Если говорить о молодежи, думаю, они в основном не делают перерыв на сиесту. Мой папа иногда ложился поспать в обед. И я был маленький, и у меня был друг из соседнего дома. Он ко мне приходил, мы вместе играли в футбол, шумели. И моя мама всегда говорила, потише, не шумите, папа спит. То есть было максимальное уважение к сиесте. Я знаю, что с недавнего времени в некоторых школах Испании ввели урок эмоциональности так называемый. На этом уроке детям рассказывают, как им нужно чувствовать других людей, что нужно делать, чтобы не нарушать личные границы, как вообще вести себя в тех или иных ситуациях. Мне кажется, идея классная. И мне интересно, почему вообще такая идея в Испании возникла? И как, на твой взгляд, нужны ли подобные уроки здесь, в России? Честно говоря, я об этом не знал. И если это так, если детей учат эмпатии, учат их ставить себя на место другого человека, вести себя в обществе, мне кажется, это хорошо, это основа. А здесь, в России, почему бы и нет, было бы очень полезно, потому что часто людям не хватает именно этого, не хватает эмпатии, умения посмотреть на мир глазами другого и попытаться быть немного более вежливым, более мягким, уметь подбирать нужные слова и в целом научиться вести себя в обществе. Висенте, бывает у тебя такое, что на тебя накатывает невероятная грусть или тоска по Испании? И что ты делаешь в этот момент? Бывают моменты, зимой и осенью, особенно в ноябре. Для меня ноябрь — очень тяжелый месяц, как и для многих людей. Думаю, для русских тоже. Очень депрессивно, снега еще нет, природа уже спящая. И в эти моменты, эти пару недель в году, у меня появляется небольшая депрессия. И я знаю, что это нормально, знаю, что это пройдет. Но вначале были дни, когда я вставал и просто не было желания жить. Но, как я уже говорил, например, походы к реке очень сильно заряжают меня энергией. Это и вправду может повлиять на мое настроение. Мне кажется, многие люди в мире знают, что для испанцев самое важное — это удовольствие. Даже рекламные плакаты, рекламные объявления в Испании постоянно об этом говорят. Вот этот некий подход к жизни, он изменился у тебя, когда ты переехал в Россию? Я думаю, это было неизбежно. Ты меняешься, когда находишься далеко от привычной тебе культуры, людей, образа жизни. И можно сказать, что жизнь в России большую часть года это скорее домашняя жизнь. Мы редко куда-то ходим, по крайней мере здесь, потому что тут некуда идти. Не так много вариантов в плане баров и ресторанов. То есть надо просто адаптироваться к этому новому стилю. Это возможно. И мне уже говорили, что прожив какое-то время здесь, я стал более закрытым. Я закрываюсь в самом себе. Опять же, у меня не так много контактов и не так много друзей. А конкретно здесь у меня их вообще нет. Поэтому много времени я провожу один. Разумеется, в Испании все совсем по-другому. Люди любят жизнь, люди все время улыбаются. Нам нравится выжимать из жизни все до последнего момента. А в целом, если говорить о русских, то есть, если испанцы, то это амалавида. А если русские, то вот как мы относимся к жизни? По-другому, конечно. Более спокойно. В целом, русские более уравновешенные, гораздо более молчаливые. И для русского человека иногда удовольствие заключается в мелочах. Выпить чашку чая со своим знакомым или родственником, поговорить, сходить в баню. Это все какие-то вещи внутри тебя самого. Если обычного испанца вытащить силы из его среды и поместить сюда, поменять его жизнь радикально, я думаю, он или умрет, или максимум через месяц сбежит обратно. Это нелегко. Висенте, ты знаешь, что это? Да, это типичная метеорологическая будка. Вот такая вот будка. И вот на специальном штативе сухой, смоченный термометр. должен споткаться? Да. Ирина Геннадьевна, расскажите, где мы находимся? Вы находитесь на городской метеорологической станции. Все показания идут нам в кабинет на компьютер. А это что такое? Это у нас гелиограф, который измеряет продолжительность солнечного сияния. Я не просто так привезла Висенте на метеорологическую станцию. Дело в том, что твое хобби это метеорология. И я знаю, что даже дома на балконе у тебя есть своя личная метеорологическая станция, собранная своими руками. Такой прибор у тебя есть? Нет, нет. Этот аппарат не для такой простой или полупрофессиональной станции, как моя. Это гораздо более продвинутый аппарат. А у меня есть термометр, гидрометр, барометр, анимометр для ветра и еще плювиометр для дождя. Я хочу показать тебе еще один необычный прибор профессиональный. Это у нас осадкомер Третьякова, в который вставлен осадкомер на ведро. Смена ведра происходит два раза в сутки. Утром в 5.52 и вечером в 17.52. Ну, все, вас я оставляю, потому что мне надо продолжить свою работу. Спасибо большое, Ирина Геннадьевна, вам за экскурсию. Для меня, конечно, было удивлением, что у человека из Испании, живущего в небольшом поселке в Мариел, есть собственная метеорологическая станция, при этом ты транслируешь погодные условия в своем Звенигово в Испанию, и люди с удовольствием тебя смотрят. И не просто смотрят на Ютубе, а даже показывают по местному ТВ, почему испанцам так интересна погода в России. Я думаю, что в Испании довольно много людей увлекается метеорологией, и очень часто любителям метеорологии нравится как раз такой экстремальный климат с экстремально высокими и низкими температурами, сильными снегопадами. Подобный экстремальный климат очень привлекателен и любопытен еще и в плане контента, который я выкладываю в сеть. Было минус 34 градуса в Звенигово, и эта тема стала очень популярной, я выложил видео, где я с обледеневшей бородой, ужасный вид, мне начали звонить радио, телевидение, хотели взять у меня интервью, хотели показать эти условия, для меня это было очень интересно. Например, когда я говорю, что до минус 30 градусов детям нужно ходить в школу и нужно ходить в детский сад, мне просто не могут поверить. В Испании один сантиметр снега это уже коллапс в городе. В Мадриде, в Барселоне это катастрофа, поэтому подобные вещи людей очень удивляют. А как тебе кажется, какие черты менталитета отличают нас русских? Я познакомился со множеством людей в основном по работе. я увидел множество характеров, но в целом это более закрытый менталитет, более традиционный. Русские могут быть довольно упрямыми, не просто заставить их поменять мнение. Я знаю это из личного опыта. Не буду особо конкретизировать, потому что у меня могут быть проблемы, но да, им трудно изменить свое мнение. К тому же, может быть, что русский человек, это я тоже знаю из опыта, скажем так, более взрывной. То есть, если ему что-то не нравится, он скажет тебе это напрямую. Его не особо волнует, как ты себя будешь чувствовать. Тут вам, возможно, не хватает эмпатии, но в чем-то это полезно быть таким откровенным и не эмпатичным. С нашими воршливыми бабушками ты не сталкивался? У меня постоянно бывают встречи с ними, потому что мне нравится фотографировать, делать видео, и когда я это делаю в Казани или Москве и других крупных городах, никто не обращает внимания, все заняты своими делами. Но здесь, если люди видят человека с камерой около твоего дома, это уже причина для конфликта. Стою, делаю видео или фото, выглядывает бабушка из окна. Я стараюсь объяснить, что я только делаю фото, что мне это кажется красивым. Они не понимают, что мне тут кажется красивым, и они мне говорят, ладно, продолжай. Они как охрана, как секьюрити. Один раз зашло дело дальше слов, потому что один человек не понял, почему я делал видео около его дома. Он среагировал довольно негативно, но я прекрасно понимаю, что если человек не хочет, чтобы я делал фото около его дома, то ладно, это его собственность, я ухожу, ничего страшного. Но в целом, они не особо озабочены тем, чтобы подобрать слова повежливее, чтобы мне это все объяснить. Меня это нервирует, даже раздражает, и поэтому иногда страшно заниматься здесь подобной деятельностью, как фотография. А ты замечал, что русские люди очень часто жалуются на свою жизнь, на страну, на то, что что-то не так? Не слишком. Даже в трудные моменты, как, например, сейчас я не слышу много жалоб от людей. В Испании слышу чаще, чем здесь. В Испании жаловаться на все это как национальный спорт. Я это замечаю, когда туда езжу, при том, что, как по мне, уровень жизни там довольно высокий, несмотря на кризис и на инфляцию. Уровень все же хороший. Люди жалуются это нормально. Есть даже поговорка «Если кто-то жалуется об Испании, то это испанец». Висенте, у тебя достаточно большой послужной список по работе. Ты работал и в Испании, и в Англии, и теперь работаешь здесь, в России. Расскажи, что вообще важно для испанца в работе? То есть, как он подходит к выбору работы? Думаю, что испанцы в основном ищут стабильность, стабильную работу, работу на долгие годы, а еще лучше на всю жизнь. И здесь, в России, я не замечал подобного. Людям не особо важно найти работу, на которой они смогут работать всю жизнь. Люди здесь много перемещаются, меняют место работы. В Испании люди ищут стабильность, а также близость к дому или к месту проживания. Думаю, в Испании люди менее мобильны. В России я знаю людей, которые уехали с одного конца страны работать на другой конец. И это не Испания, тут расстояние 7000 километров. А для нас это уму непостижимо. Нам переехать в город в 100 километрах от нашего это уже очень далеко. Нет, нет, испанцы ценят, чтобы все было близко. Мы не готовы переезжать в другой город, в другой регион. Нет. А зарплата вообще важна? Это было помимо зарплаты, конечно. Она на первом месте. Ну, например, будет выбор высокая зарплата, но ездить за 60 километров, или зарплата ниже, но около дома. Что выберет испанец? Я думаю, что-то среднее, скорее всего. Зарплата может быть не очень высокой, но тебе не надо будет никуда переезжать. Либо нужно переехать совсем близко от дома. Нам нравится быть рядом с семьей. Для нас это важно. Как ты считаешь, где проще найти работу, в России или в Испании? Я думаю, что в России. Уровень безработицы в России очень низкий, ее практически нет. Я здесь в России не знаю никого, у кого бы не было работы. Я так понимаю, что в Испании по-прежнему люди очень часто уезжают в соседние страны на подработку. Да, особенно молодежь. Последние годы множество людей уехало и, как правило, едут в соседние страны. Франция, где зарплата может быть выше и шансов найти работу гораздо больше. Германия, Великобритания. Эти страны привыкли принимать иммигрантов. Конечно, есть слои общества, которые не очень это одобряют, как и в любой стране. Но по моему опыту в Англии я могу сказать, что меня там приняли. Я был просто одним из тысяч иммигрантов. Хотя, конечно, в некоторые моменты было ощущение, будто ты там человек второго сорта, как будто на тебя смотрят свысока. Здесь ты такое чувствовал на себя? Нет, здесь нет. Здесь даже наоборот. у меня бывает ощущение, что люди меня переоценивают. Потому что жить здесь очень здорово. Я себя чувствую чуть ли не звездой. Люди ко мне очень хорошо относятся, меня ценят как профессионала и как человека. И это очень хорошее чувство. Хотела поговорить с тобой немного о безопасности. Испания вроде как бы находится на 29-м месте в рейтинге, в европейском рейтинге по уровню безопасности, но при этом я по себе знаю, что доставать телефон на улице или наличные лучше не стоит, что называется. Как ты считаешь, почему вообще возникла такая проблема? Связана она с экономическими проблемами или она возникла до этого? И, собственно, чувствуешь ли ты себя в безопасности здесь, в России? В плане безопасности Россия меня устраивает. Мне всегда здесь было очень спокойно. Конечно, иногда в зависимости от района или местности могут быть проблемы. Но в целом у меня тут ни разу не было проблем. Ни в Казани, ни в Москве. Испания по большому счету тоже безопасная страна. Может, за исключением Барселоны. Оттуда постоянно слышны новости об ограблениях, о карманниках. Но, честно говоря, мне кажется, что эта проблема связана с большим наплывом иммигрантов в последнее время. Разумеется, я не имею ничего против иммигрантов, но этот процесс должен быть под контролем. Еще такое удивительное явление, как окупас. Насколько я понимаю, оно тоже возникло в связи с большим притоком иммигрантов. Ты можешь объяснить нашим зрителям, что это такое своими словами и как это вообще так получилось, что это имеет место быть в Испании? Да, этот феномен оккупации в последние годы набрал большие обороты в Испании. Насколько я, находясь здесь, понимаю всю эту новую реальность, дело в том, что есть много мафии. Этот сектор, можно сказать, стал профессиональным сектором в последнее время. То есть, во многих случаях, опять же, как правило, иммигранты с Севера Африки. Они действуют организованно, устанавливают наблюдения, и когда никого нет дома, они могут проникнуть туда, поменять замок и начинают просить деньги у хозяина квартиры за то, чтобы освободить ее. Человек им платит, они съезжают. Еще одна интересная черта испанцев, это такое слово, как маньяна. То есть, дословно, оно переводится как завтра, ну или когда-нибудь, потом, потому что у нас есть такая пословица, как не откладывай на завтра то, что можешь сделать сегодня. Вот как ты считаешь в этом плане мы разные с испанцами или все-таки где-то кроется подвох? У нас есть похожая поговорка «Не откладывай на завтра то, что можешь сделать сегодня». Но мы предпочитаем другую фразу «сейчас, но позже». Это наше любимое слово, любимая фраза. Когда кто-то тебя просит «Сделай это сейчас», и ты ему «Сейчас, но позже». Может быть, позже или очень сильно позже. Или завтра, или еще в какой-то день. Мы всегда стараемся отложить свои дела и обязанности, насколько это возможно. И я тоже так постоянно делаю. Моя жена этого не понимает, но думаю, что потихоньку она уже привыкает. Мы находимся с вами в Бельгии. Ну ладно, шучу. Мы находимся на набережной Йошкаралы. Я знаю, что вы сюда очень любите приезжать, гулять с ребенком, ну и в целом проводить свободное время в этом прекрасном месте. Для меня, честно говоря, удивительно, что такая европейская архитектура так классно сочетается с нашим православным храмом. Да. Согласна? Да, да, очень красиво, мне кажется. Сочетается. Тонь, ну очень приятно с тобой познакомиться наконец. Ничего же. Расскажите, как вы вообще познакомились? Мы познакомились на сайте обмена языками. Я учила английский язык, а Висенте на тот момент он жил в Англии. И он помогал мне в изучении языка, так мы подружились, общались. Потом он приехал в Россию познакомиться лично. И так вот стал ездить. Я потом поехала в Испанию с его родителями познакомиться. Как тебя приняли родители вообще, когда ты поехала в Испанию? Вообще они очень доброжелательные, очень открытые, очень гостеприимные. Они накрывают так же, как и наши, да, все, все, что есть, все, что можно, вкусненького, все угощают. Ну и очень по-доброму, очень открытые, очень прям как родную приняли. Висенте, а что тебе сказали родители, когда узнали, что у тебя будет русская жена? Я думаю, они были немного удивлены, конечно, но они все это приняли хорошо, положительно отреагировали на эту идею. Разумеется, им не очень понравилась мысль о том, что я могу уехать так далеко, притом в город, который находится гораздо дальше, чем Москва, и из которого труднее выбираться, чтобы доехать до Испании. Для родителей такое не очень радостно, но они знали, что это то, чего я хотел, и приняли эту идею спокойно. Как часто, Тоня, тебя за Венигова спрашивают? Тонь, ну когда ты уедешь, то чего здесь остаетесь? Почему ребенка не заберете и в Испанию не могете? На самом деле, это очень частый вопрос, просто от всех, с кем знакомлюсь, от всех, с кем общаюсь. Да, я всегда говорю, нам и здесь хорошо, зачем нам туда ехать? Там непривычно для меня, например, будет жить. Я была там в январе, например, и для меня очень сложно, что дома холодно. Мы привыкли, что у нас есть отопление, что мы можем зимой открыть форточку, что мы можем ходить в шортах, а там ну прямо и спать холодно, и в душ холодно ходить, и вообще прям очень холодно дома, это непривычно. Висенте, а тебя удивляло, насколько жарко у нас дома вообще, как мощно топят? Да, для меня это был сюрприз и очень приятный сюрприз. Я не привык к такому теплу дома, как говорит моя жена. И мне кажется, что сейчас мне было бы уже тяжело привыкать заново к Испании в этом плане. Мы ездили туда на пару месяцев весной, и мне уже было некомфортно, что дома так холодно, и надо надевать очень много одежды. Расскажи, а в чем для тебя вообще особенность именно русской женщины? Множество качеств, как я считаю, исходя из своего опыта. Я не знаю, много женщин, точно знаю, меньше, чем ты, но русская женщина это сильная женщина. Эта женщина верная. Неважно, сколько проблем имеется, неважно, если у нас сложная ситуация, она всегда рядом, не отчаивается. И помимо характера я считаю, что русские женщины очень женственные, если сравнивать их с испанскими женщинами. Из-за развития феминизма в Испании? Это возможно, да. Все эти изменения я проживал уже не в Испании, но я видел комментарии, смотрел каналы на YouTube, которые говорят на эту тему. И у меня есть ощущение, что у женщин в Испании сейчас меняется картина мира. Они хотят гораздо больше независимости, популярной семьи, где есть только один родитель. Нам не нужны мужчины. Может быть, поэтому они не ухаживают за внешностью так, как это делают в России. А семейные ценности, они похожи или они разные в России и в Испании? Если говорить именно о моей семье и моем окружении, я вижу, что в Испании семья имеет большой вес. Может, в других странах Европы, на севере это иначе, но в Испании семья всегда была очень важна. У меня есть чувство, что сейчас это немного теряется, все эти ценности. Но в моем детстве, в молодости, в Испании наша семья была очень дружная. А в России может, конечно, все это из-за семьи моей жены, которая не такая крепкая, но у меня есть это ощущение дистанции, холодности. У нас хорошие отношения, мы ходим друг к другу в гости, но не каждую неделю. В этом нет необходимости. Поэтому мне больше нравится модель семьи в Испании с ее ценностями. Еще один шесть, Виктор. Эй, что ты сделаешь? А, что ты сделаешь? Субтитры сделал DimaTorzok Я знаю, что мужчины-испанцы очень настроены на семью Для них очень важны семейные ценности И в целом они такие заботливые мужья и отцы Тонь, это правда так? Висента очень много времени посвящает семье Помогает по дому И очень много играет с ребенком, гуляет Вообще в Испании я часто видела, что папа именно гуляет с детьми Как думаешь, почему так происходит? Да, в Испании такое случается Возможно, чаще, чем в России Не всегда, но иногда женщина может зарабатывать больше денег, чем мужчина И мужчина может сам принять решение остаться дома Заботиться о детях, заниматься домашними делами Подобного в России я не видел Сложно вообще строить быт с иностранцем Я думаю, что менталитет не сильно влияет на наши отношения Потому что у нас есть уважение друг к другу Мы стараемся друг друга понимать Я бы не сказал, что вначале это было очень легко Например, я привык к тому, что испанцы очень приветливые с первых моментов знакомства Очень много внимают У нас много физического контакта, объятий Меньше Русские тоже, но гораздо меньше И иногда я говорю жене Могла бы быть и поласковее Ваша свадьба была здесь, в России И я, насколько понимаю, она была по традиционным русским обычаям Да, да Висенте, а показалось для тебя что-то странным или необычным? Да, для меня наша свадьба в тот момент была немного шоком В Испании ход свадьбы примерно такой же Есть различия, но не сильные Что меня удивило здесь, так это, что существует такой человек, как Тамада Что-то типа ведущего В определенный момент, в начале свадьбы Он приходит и каждые 10 или 15 минут он делает перерыв на игры На конкурсы, надо встать, потанцевать, сделать еще что-то И я помню, что на моей свадьбе я думал Ладно, все хорошо, но дай мне поесть Я же не могу поесть Ты отвлекаешь меня каждые 10 минут Но было интересно, все в порядке Такой стиль мне тоже понравился За кадром я познакомилась с вашим потрясающим сыном Виктором И нужно сказать, что это же, конечно, удивительный ребенок Который разговаривает сразу на трех языках Абсолютно свободно на русском, на английском и на испанском При этом переключаются просто мгновенно То на русском, то на испанском Расскажите секрет воспитания, используете, может быть, какие-то, не знаю, испанские лайфхаки Или вот традиционной русской манере воспитываете Мне кажется, что в Испании, что здесь, мы бы его воспитывали одинаково Единственное, что я понял, это то, что в Испании люди гораздо более ласковые с детьми Это да Им говорят комплименты, какие-то приятные вещи Обнимают их То есть много контакта и много ласковых слов А здесь, в России, дистанция больше и меньше этого тепла в отношении детей Но в плане воспитания, думаю, там бы мы ему дали такое же воспитание, как и здесь В детском саду он, да, он тоже отличается Воспитатели говорят, что он отличается Что видно, что это не наша кровь Потому что он очень такой активный Очень открытый Очень к людям открытый Обычно наши дети, они такие немножко зажатые Где-то стесняются Потому что родители им все время так Не делай, не ходи Много ограничений А испанские дети, они более открытые миру И вот он как раз, наверное, этим отличается Потому что он более открытый Но в то же время он, как и настоящий испанец Видимо, Лисенте немножко необычный испанец Спокойный, да? А Виктор, он вот как вся его семья То есть такой экспрессивный, активный И кричит очень громко Воспитатели предупреждают новеньких Что если этот мальчик будет очень сильно кричать Это не значит, что с ним что-то страшное случилось Просто там поцарапался Или пальчик ущемил Да, то есть он и в радость вот так вот И вот в горе тоже прям очень эмоциональный Висенте, у меня осталось три вопроса Которые я задаю всем своим гостям Ты готов? Да Три главных качества русской души Думаю, что одним из качеств может быть гордость Думаю, что русские всегда гордятся своей культурой Своим языком Своей страной Своей историей С одной стороны гордость С другой стороны Не знаю Уважение к традиционным ценностям Особенно сейчас И третье Это гостеприимный народ Мне всегда здесь кажется, что люди относятся ко мне хорошо Несмотря на то, что мы можем не понимать друг друга Или не можем очень свободно общаться Для меня здесь всегда были открыты двери Три вещи, которым ты никак не можешь привыкнуть в России Количество солнечного света Темнота, особенно осенью, становится трудно Мое настроение ухудшается Даже бывает маленькая депрессия Разумеется, язык Язык — это основное препятствие для меня Думаю отчасти И потому что я уже дошел до того уровня Где можно дальше не учиться То есть мне этого хватает Чтобы сходить в магазин Чтобы ответить кому-то на улице Даже может сходить к врачу И мне этого достаточно Поэтому я так и остался на этом невысоком уровне И не чувствую мотивации, чтобы дальше прилагать усилия И также есть еще один интересный момент Есть кое-что в русских мужчинах Случается так, что они клюют Много плюют на улице Для меня это очень неприятно Часто бывает так, что я иду по улице Проходит мимо мужчина и прямо передо мной И я такой, что ты делаешь? Очень часто Постоянно Я к этому не привык И это очень неприятно Что русскому нужно для счастья? Думаю, немного Как я уже говорил Русские люди Не материалистичны Может быть Из-за истории У вас было много трудностей Много трудных моментов В недавнем прошлом И, конечно, у людей есть память Думаю, это все простые вещи Шашлык Пиво Чашка чая День на даче Вы все это любите Почти у каждой семьи есть дача Мне это нравится Это любовь к природе Спасибо тебе большое, Висенте За то, что ты провел эти несколько дней с нами Спасибо тебе, что показал Мариэл своими глазами Пожалуйста Спасибо вам И несмотря на то, что мы активно сравнивали наши две страны Я думаю, все-таки главное помнить Что хорошо там, где мы есть Это проект «Мы и они на выезде» И я его автор Мария Шахлова Подписывайтесь на наш канал Ставьте лайки И обязательно пишите комментарии Мы все читаем Ну и, конечно, не забывайте подписываться на нашу группу ВК и Телеграм-канал Субтитры сделал DimaTorzok